Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Александра Соколовского из «Молодежки», его «Тайная свадьба», роли в кино и ранние годы. Александр Соколовский – талантливый, известный и профессиональный российский актер, который стал известен огромному количеству зрителей по сериалу «Молодежка» и многим другим. В «Молодежке» он талантливо и виртуозно исполнил роль центрального нападающего Егора Щукина. Молодому актеру часто приписывали романами с коллегами по съемочной площадке, но в один момент все узнали, и оказалось, что он уже давно женат. Александр родился в интеллигентной ленинградской семье в 1989 году. В детстве он был очень любознательным малышом, его увлекали самые разные сферы деятельности. Но в 13 лет он решил стать артистом, с того момента он не менял свое решение. Окончив школу, он отправился в Москву. Будущий артист подал документы в несколько театральных вузов, но прошел конкурс только в ГИТИС. Во время обучения Александр организовал собственный театр со студентами режиссерского факультета, и дела шли вполне неплохо, но в 2008 году театр пришлось закрыть из-за кризиса. Соколовский начал сниматься в кино с первого курса. Его было видно в сериале «Каменская». Более-менее крупная роль к нему пришла в 2011 году. Тогда он сыграл Саву в фильме «Фрески. Раскол». Спустя небольшой промежуток времени его пригласили на пробы сразу в два больших проекта. Он сыграл главную роль детективе «Метод Лавровой 2» и исторической мелодраме «Страсти по Чапаю». После сыгранных ролей молодым артистам заинтересовались многие режиссеры, а также продюсеры. Посмотрев работы Соколовского, Сергей Орланов пригласил его в сериал «Молодежка». Так началась большая карьера Александра. Также он блестяще показал свой талант в таких сериалах, как «Склифосовский», «Мои дорогие», «Вы все меня бесите», «Проклятие спящих», «Магомаев», «Грант», «Султан моего сердца». Соколовский смог показать свой талант не только на льду в сериале «Молодежка», но и в шоу «Ледниковый период». В 2016 году он стал победителем вместе с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой. Интересный артист постоянно привлекает внимание прессы, поэтому вовсе не удивительно, что ему приписывают романы с коллегами по актерскому цеху. Сам же Александр редко комментировал вбросы в СМИ. Однако известно, что у Александра были отношения с блогером Кариной Лазарьянц, которая известна как Карина Кросс, а также актрисой Александры Князевой. В 2020 году стало известно, что Соколовский женился. Его избранницей стала девушка по имени Светлана. Некоторое время об их бракосочетании не знали даже самые близкие друзья. На сегодняшний день карьера Александра Соколовского развивается так же стремительно. Надеемся, что в скором времени сможем увидеть его в новых фильмах и сериалах. Мне в свою очередь хочется пожелать замечательному артисту счастья в личной жизни, успехов в творчестве, исполнения всех желаний, а также огромное количество главных ролей. Пусть радуют своих преданных поклонников новыми, интересными и классными работами. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok